Музыка Небольшой участок набережной, который сделан хорошо. Вот пример такой. Сделан из дерева. Посмотрите, вот этот вот арт-объект, он одновременно и что-то такое художественное, и одновременно утилитарное, потому что здесь можно загорать, и он пользуется успехом у молодежи. Одновременно это вроде бы кораблик, вроде бы бабочка какая-то, вроде бы стрекоза. Каждый может подумать, что он захочет. Начало положено в прямом смысле. Эта зона отдыха на набережной ее венец, по достоинству оцененный экспертами. Сделали площадку несколько лет назад, только дальше не зашли. И вот пройдя несколько метров от хорошего начала набережной, мы натыкаемся на мелкий объект. Эксперту он уже не по душе. Второй пример, прямо противоположный. Посмотрите, все сделано, ну, в стиле, я не знаю, какой-то стиль пирамидки детской, наверное, да. Вот ни с природой оно не сочетается, ни с соседними, вот. Просто само в себе оно и кричит само, я, 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 я. И так, говорит архитектор Ольга Смирнова, на всей набережной. Ухоженная аллея со встроенными рядами деревьев соседствует с разбитыми склонами. Ступенчатое пространство для отдыха с автосалоном под открытым небом в виде парковки. Панацея для набережной – хорошая общая идея, точная концепция, которой сейчас нет, уверен архитектор. Гарантий никогда нет. Но в чем дело? Это же очень энергоемкое искусство. Энергия заключается в деньгах, во-первых, да. Во-вторых, в заказчике. Архитектор – это всегда готово. Набережная – это линейный объект. Это очень обманчивые такой объекты, кажущиеся легкими. Вот это вот очень большая тонкость. А делать их очень трудно. В Красноярске трудностей не боятся. И даже сроки уже есть. В июне этого года обещают приступить к работам по возрождению всех километров у берега. Правда, пока без экспериментов. Концепция элементарна. Освещения у нас сегодня недостаточно на этой территории. И воздушное освещение, прокладка кабелей СИП, она, так скажем, не современна. Поэтому мы предлагаем все воздушные линии убрать в траншеи и прокладку сучить кабельным способом. Вопросы озеленения. Отдельное направление будет сделано в рамках нашего проекта. Будет восстановлена вся уличная мебель. Восстановлено асфальтобетонное покрытие в самых проблемных его местах. Мне очень жаль, что такого проекта нет, поскольку разговоры относительно необходимости не приведения в элементарный порядок набережной, но ее реконструкции прошли более полутора лет назад. Но за это время никто никаких сколько-нибудь значимых шагов по поиску тех специалистов, создания творческих групп так и не сделал. Меня это, честно говоря, по меньшей мере, по-человечески расстроило. Расстроили председателя Краевого парламента некоторые предложения от архитекторов, которые прозвучали на совещании с главой города. Например, сделать пляж на набережной с волейбойной площадкой. Александр Ус назвал неуместными голые тела в месте, что должно быть визитной карточкой города. А проект эксперты фактически отвергли. Если же концепция развития действительно будет достойной, на это из бюджета готовы выделить дополнительные средства. Но пока многочисленные обсуждения ровным счетом ни к чему не привели. Однако в мэрии настаивают, проект будет и скоро. Вопрос второстепенный, но не менее важный уже сейчас, это контроль на стадии воплощения, чтобы не было искажений, когда все будет сделано. Так было, например, при строительстве галереи Енисей. В самом начале предполагалось, что со стороны Дубровинского здание будет подниматься над уровнем земли всего на 80 сантиметров. А сейчас мы видим больше трех метров. Галерея закрывает весь вид на Енисей. Проблема с галереей Енисей – это отвратительная история городского современного развития. Потому что вот я еще помню проект, когда согласовывался, его поддерживал Владимир Прохорович Капелько, уважаемый ветеран, легендарный руководитель города. Мы с ним смотрели проект в самой высокой точке. Это было 80 сантиметров над пешеходной частью. А потом выясняется, что вдруг вырастает что-то вот то, что сегодня практически превратило на этом участке Дубровинского в трубу. Людей лишили. Это отвратительная история. Чтобы такая история не повторилась вновь, чиновники обещают все предусмотреть заранее. По данным администрации города, за два года главная набережная Красноярска должна поменять лицо. Стать настоящей гордостью города к универсиаде. Общественности должны показать проект уже в конце весны. Елизавета Курочкина, Николай Чистяков. Воскресные новости.